Проблема сейчас, конечно, с помощью любого VPN подсоединиться и писать в Инстаграме, но очевидно, что наши руководители, и многие из нас, мы ушли оттуда не по техническим, а по политическим причинам. Но тем не менее, мы как врачи в каком-то смысле не имеем права не видеть, что там происходит. Поэтому я считаю, что VPN нужно поставить. Более того, и регуляторы Роскомнадзора и органы делали заявление о том, что те россияне, которые будут в обход блокировки Инстаграма и Фейсбука, куда заходить, что-то писать, не подвергаются никаким санкциям. Есть там разъяснение тоже юристов о том, что даже если суд признает, что нету экстремистской организации, те, кто будут там что-то писать или смотреть, не будут признаны экстремистами. Но мы гораздо понимаем, что позиция может часто меняться, и сейчас позиция одна, завтра будет другая. Но тем не менее, пока официально это делать можно. И более того, я думаю, что депутат, наверное, Минчик теперь не справится с этой проблемой. Также есть разъяснение, что в некоторых регионах были перегибы на местах, когда полицейские... Требовали разблокировать телефон, и если видели наличие Инстаграма, то что-то, значит, человеку махали пальцем. Я думаю, что это недобросовестные коррупционеры. И есть разъяснение министра Колокольцева, что нельзя правоохранителям требовать разблокировать телефон только по решению суда. Это можно сделать. Или его полицейским участком. Но тем не менее, если кто-то с этим столкнется, это тоже очень важно. По VPN. Я рекомендую VPN поставить. Опять же, это ваш оппозит, делать или нет. Если VPN бесплатный, если VPN платный, делать или не делать, я не знаю. Я считаю, что это лучше сделать. Есть, знаете, еще один очень важный нюанс. Здесь тоже описано алгоритм его включения, хотя это все довольно просто. Дело в том, что, знаете, проблема с блокировкой заключается в том, что Роскоманзор, когда тренировался на Телеграме, он вообще ничего толком сблокировать не мог. Сейчас они сильно продвинулись в этом вопросе. Насколько я понимаю, сейчас и в Москве, я это фиксирую, и в Красноярске, и Инстаграм, и Фейсбук, по крайней мере, на операторе мегафоне мобильном у меня обновляется, но комментарий не подгружается, идентификация не работает. То есть он работает криво. Да, с VPN работает абсолютно корректно. Но, смотрите, возвращаю вас. Возвращаюсь к тому, что, конечно, я рекомендую VPN платный. Платный VPN в среднем стоит 6-7 тысяч рублей в год. Например, тысяча в месяц. Ну, вот я не знаю, для обычного человека, может быть, сумма значительная. Для политиков, мне кажется, это разумные вложения, возможность оставаться наследственными избирателями. Ну, скажите, как оплатить VPN, если чертов Apple Store заблокировал карту? Подключите, пожалуйста, друзья, мобильный телефон. Здесь вот написано как. И со счета мобильного телефона вы сможете оплачивать встроенные покупки и сделать платную версию VPN. Спасибо.